Добрый день! Меня зовут Юлия Тадеуш. Я приветствую вас на канале Про Цветок. И сегодня мы будем говорить об английских миксбордерах. Я уже не раз рассказывала о том, что мой сад, в принципе, я создавала под впечатлением от прекрасных английских садов и их цветников, в основе которых чаще всего это роза и ее партнеры, компаньоны. И вот это обилие различных растений делает сад очень декоративным, независимо от того, цветут розы или нет. Потому что все партнеры, которые подсаживаются к розам, цветут в разный период, с таким расчетом подбираются, чтобы цвели в разный период. И за счет этого наш сад имел достаточно длинную сезонную декоративность с ранней весны до поздней осени. Понятно, что ранней весной то, с чем мы можем сыграть в качестве партнеров, это, безусловно, луковичные. Кроме того, вечно зеленые растения. Вот я очень люблю розы комбинировать с самшитом. Но самшит в нашем климате, я имею в виду Минска и окрестности, у меня укрывается самшит вместе с розами. Только за счет этого он благополучно зимует. Это могут быть хвойные растения различные, например, сосны, туи. Ну и кроме этого, у меня в саду огромное количество многолетников. Я вообще, в принципе, у себя, наверное, проэкспериментировала почти со всеми многолетниками, с которыми можно проэкспериментировать в течение жизни нашей сада за 20 лет. И оставила у себя те, которые, на мой взгляд, подходят розам больше всего. И что же сочетается вообще с розами? Конечно же, те многолетники, которые не конкурируют с ними по красоте, у нас царица роза. Все остальное – это ее свита. Поэтому чем мельче вообще соцветие у цветка, тем больше он подходит розам. Здесь, например, вот можно в этом миксбордере увидеть, что с розами, с партнерами выступает манжетка, здесь есть лилейник, здесь есть очень много очитка, очиток видный, и есть гейхеры. И, в принципе, очень много гераний. Вообще гераний по саду у меня очень много. Но и луковичные продолжают украшать сад в течение всего сезона, поэтому из луковичных к розам я больше всего предпочитаю луки. Вот там есть у меня лук Кристофа в этом цветнике, который уже отцвел, но все равно своим соцветием продолжает украшать цветник. И мы видим, что нет таких каких-то крупных партнеров, которые могли бы спорить с розами по своей красоте цветка. Все остальное, вот манжетка, она имеет такое очень мелкое соцветие, очень красивое. Когда она отцветает, ее уже можно будет просто подрезать, и она будет восстановить просто зеленую массу какую-то декоративную, за счет этого будет иметь декоративность в течение всего лета. А читок видный, он вообще как бы с ним ничего делать практически не надо, следить только, чтобы его гусеницы не съели. И он украшает с ранней весны до поздней осени, с ранней весны, когда отрастает. И в принципе пока его мороз не побьет, он такое хорошее бордюрное растение, которое прикрывает, первый ярус создает у посадок и хорошо декорирует. Ну и гехеры. По гехерам, исходя вообще из своей практики с этим растением, я поняла, у меня было очень много разных сортов, но я поняла, что гехеры во многом коллекционное растение. И не все выдержат, мы же розы кормим навозом, и надо понимать, что не каждый многолетник еще этого выдержит. И такие всякие нежные сорта, как мармелад, карамель с какой-то такой охристым цветом листа, они, к сожалению, не выжили. Но вот самый обычный пурпурный замок, он живее всех живых, и в принципе никакие розовые подкормки ему не страшны. Вот это вот композиция, которая образует такой достаточно компактный вообще для Остина сорт Систера Элизабетта, она такая очень миниатюрная. Здесь на заднем плане у нее есть спирея, спирея японская, которую я подстригу, вот как только она начнет отцветать, и в итоге она еще успеет засвести повторно. Формирую я ее шариком, но вот во время цветения немножко отпускаю. Невысокий лилейник Стелла Деор, который цветет такими желтыми цветочками и не мешает нашей розе. Опять же, очень много очидковидного и такой необычный очень прием. У меня перед розой здесь стелится клематис цельнолистный, голубая река, который не растет на опору, он не цепляется, это характер роста этого клематиса. И он не очень высокий, то есть он вырастает где-то до метра двадцати. Его можно просто кинуть вот здесь на кустики многолетников, как он у меня тут, и он будет красиво стелиться, цвести и создавать вот такое синее-розовое сочетание для нашей розочки. В мёраху роз есть такой очень красивый злак. Злак этот двухлетний, называется ячмень гривастый. И он имеет очень красивые такие нежные колосочки. Зацветает он на второй год жизни. После того, как он цветает, он рассеивается семенами и в принципе рассеивается у меня по всему саду. Я люблю это хаотичное движение, потому что каждый раз получается какая-то новая картинка. Но розам он практически всем цветам подходит. Вот он сидит здесь в ножках, там сзади него розы флорибунды. Зубелинхаус юбилеем роуз и априкола. И вот здесь вот опять же гехера, наш пурпурный замок. За ней получается ячмень гривастый. Есть герани, которые как бы вроде и отсвели, но в то же время эта герань видения отсвела. Но всё равно сохраняет декоративную листву. И такие красивые у неё после цветения остаются соцветия, которые я оставляю, не обрезаю. И за счёт этого она очень красивая. Здесь у меня есть и лилии. Я честно, лилии не могу сказать, что очень сильно люблю с розами. Но когда-то я насобирала целую коллекцию, и вот она у меня так осталась. Меня только радует, что в принципе, когда розы отсветают, начинают свисти лилии. А так я считаю, что, ну, раньше, возможно, я думала, что это будет подходить. Но потом я поняла, что сильно они яркие, сильно выделяются рядом с розами. Пытаются с ними конкурировать, потому что лилию тоже некоторые называют королевой сада так или иначе. Но вот они остались. У меня повреждается лилии вредителем, лилейной мухой. Вот так бутончики отваливаются. Но я не сильно на это жалуюсь, потому что отношусь прохладно. Но зато луки очень красиво вообще украшают сад. Вот такие вот крупные луки, самые разные. Можно лук голубой, лук круглоголовый, лук Христофа, лук гибридный Purple Sensation, Gladiator. То есть все луки, которые, в принципе, есть, они все очень хороши в сочетании с розами. Здесь вот в этом цветнике очень много разных видов герани. Вот герани вот такой вот крупнокорневичной. Она имеет такой специфический аромат, и она уже отцвела. Сейчас эти соцветия мне надо обрезать. И, в принципе, она будет дальше сохранять свою декоративность. До очень красивой темно-листной герани Экспресса. Вот она такого красивого, такого коричневатого, зеленовато-коричневатый у нее цвет. И плюс вот такие вот герань оксфордская. Вот она вот такая вот с разными мелкими цветочками, которые цветут очень долго. В течение там, ну, не менее месяца они цветут. Потом ее можно обрезать, и она зацветет повторно. Кроме того, здесь еще есть сортовой дербенник, который еще только зацветает. И он имеет такой розовый, сейчас он пока не цветет, вот это его метелочки, которые будут очень хорошо сочетаться с розовой розой. И они тоже имеют розовый оттенок у этой розы. За розой прячется ирис сибирский. Ирисы сибирские уже отсвели. Но, что мне нравится, они дают очень хорошую зеленую массу. За счет которого, как бы, в принципе, получается такой зеленый объем. И розы очень хорошо смотрятся на ее фоне. Декоративность у листвы ириса сибирского сохраняется в течение всего сезона. И может нас радовать, как бы, и украшать наш сад постоянно. Здесь, в цветнике, есть на обелисках невысоких клематисы, которые вьются и только начинают еще зацветать. Это клематисы в третьей группе обрезки. И они, как бы, сейчас зацветут и будут свести, ну, в принципе, достаточно тоже долго. Есть такой партнер, как брунера на первом ряду. Брунера на самом деле растение, конечно, больше для тени. Но, поскольку у меня участок такой достаточно заросший и тенистый, то, как видите, в принципе, в партнерах вполне на первом плане здесь она чувствует себя неплохо. Если, конечно, ей мало воды, то она может высыхать очень быстро. За счет того, что у меня тенистый и достаточно влажный участок, у меня можно самое необычное сочетание вообще встретить в саду. Например, хосты и розы. Вот, в принципе, английские розы. Это Stradberry Hill, английская роза Остина. В принципе, английские розы очень многие, достаточно комфортно относятся к полутенистому расположению от тени крона деревьев. И в то же время, вот в подножьях у них хосты, которые тоже в таком же месте чувствуют себя хорошо, они не горят. И дают вот такой вот красивый нижний ярус для наших роз. Ну, и опять же, лилейник, который еще только начнет свести. Есть герани, и вот начинает свести дербейник розового цвета. Еще из необычных партнеров, нестандартных, я бы сказала, для роз, это Остильба, которая тоже любит очень влагу и притенение. И опять же, вот ей очень комфортно чувствует себя в этом месте. И очень красиво украшает Stradberry Hill, которая возвышается над ней. И они друг с другом сочетаются у этой Остильбы. Это Америка с такого сиреневого цвета, нежно-сиреневого. И красивая Stradberry Hill, которая имеет розовый, теплый розовый какой-то такой оттенок. Ну, есть здесь у меня и флоксы. Как-то это раньше я думала, что это такой бабушкин цветок. Зачем он мне нужен в саду? Пока я не поняла, что флоксы это тоже очень красиво. И сейчас я их люблю очень сильно. Особенно хороши сиреневые флоксы с различными сложными розами. А здесь у меня розовый флокс, который сочетается с розовой розой и не конкурирует. Безусловно, один из таких наиболее интересных партнеров для роз это клематис. И здесь клематис, который пущен прямо на плетистую розу. Они вдвоем тут плетутся. Мало того, растут они оба под деревом, под старые яблони. И украшают таким образом старую яблоню. Дают очень красивый цвет. Сочетание такое очень красивое сине-фиолетового клематиса с такой красно-малиновой розой. Получается очень яркое и нарядное. Причем, если посмотреть под куст, можно заметить, что и клематис, и роза, и яблоня растут достаточно близко друг от друга. Но чувствуют при этом себя и роза, и клематис очень хорошо. Здесь, конечно, есть некоторые секреты при посадке. Во-первых, выбирается южное расположение. То есть у меня с этой стороны на розу хорошо падает солнце. И, в принципе, ветки, вся тень падает за дерево. Вот, это солнечная сторона, южная сторона, там у меня юг. И, кроме того, когда я выбирала вообще место для посадки, безусловно, я нашла место где-то между корнями. И поставила, закопала в землю кусок линолеума. Я решила, чтобы как бы первое время у розы не забиралось яблонь и питание, и у клематиса. Поэтому там еще и закопан кусок линолеума, сантиметров, наверное, 50 глубиной. Вот такой вот хитрый способ. И первых пару лет у меня стояла здесь еще отдельно закопана была трубка, в которую я поливала, через которую я поливала отдельно розу с клематисом и добавляла разное удобрение. То есть трубка была закопана под корнями розы. Ну и вот сейчас уже, в принципе, ничего этого не надо. Оно растет прекрасно само по себе и очень хорошо себя чувствует. И очень красиво. Вот я стою здесь под перголой. Это тоже такое сочетание розы и клематиса. Это мелкоцветковый клематис, который обрезается, в принципе, под ноль осенью. И вот успевает за сезон завить вот так вот опору. С одной стороны клематис на перголе, с другой стороны роза Амаретто. Здесь вот опять остильба и роза, которые тоже по цвету подобраны. Более яркая роза, к ней такая более яркая остильба. В этом месте уже, в принципе, доцветают розы. Это вот остинки Оливия Роуз. Это Роял Джубили, такие из более новых сортов Остина. Видите, Роял Джубили какой красивый, такой имеет чашечку цветов. К сожалению, уже, да, отцветает. Но что мы здесь можем увидеть? Очень плотную посадку и сочетание можжевельника. Можжевельника казацкого, который вот растет под розой. Я его подстригаю, чтобы он сильно не вымахивал. Вообще все хвойные, в принципе, очень хорошо относятся к обрезке. Из них можно формировать там различные формы и сдерживать его в любых пределах. Кроме того, здесь за розой вот еще подрастает, еще пока не начало цвести. Такой необычный многолетник, не часто встречающийся. Он, в принципе, многолетник из природных садов. Называется кровохлебка. И вот у нее такие вот нежные соцветия, которые будут такими темно-бордовенькими бубочками цвести. И тоже как бы сидит с розами, сочетается. Ну и на заднем плане опять же туи у нас, которые образуют второй ярус. И гортензия. Гортензия древовидная, которая там достаточно плотно сидит, зажата. Но при этом как бы видится цветет. И никто никому не мешает. Все как бы дружат. Выхода у них нет, кроме как дружить. Здесь у меня вот видно, что форма моих цветников достаточно сложная и извилистая. Дорожек как таковых по саду у меня нет. Мы ходим прямо по газону. Это и есть наши дорожки. И вот за счет вот этой формы цветника извилистой мы не можем считывать границу нашего сада. То есть у меня на самом деле всего 6 соток. Но за счет вот этих форм, которые прячут сад, мы как бы не понимаем границы участка. И вдоль как бы всего этого бордюра есть многолетники, которые постоянно, бесконечно повторяются. То есть гейхера, манжетка, герани и очиток видны. Вот они повторяются постоянно в процессе как бы движения цветника. И образуют такое единое целое и красивый бордюр и красивых партнеров для роз. В этом цветнике растет мой любимый штамп. Я горжусь его вообще в принципе возрастом и его размерами. Это плетистая роза эксельса на него привита. И ему наверное уже лет 14. То есть это достаточно взросло. Для штамба это много, чтобы вы понимали. Потому что штамбы всегда непредсказуемые и очень часто как бы выпадают. Вот здесь в подножках у него растет бонника. И я вот рядом с ним стою. На самом деле были сильные дожди. И его крону немного опустило. А так он был еще выше. И вот вы видите какой это огромный у него размер. С этим штамбом как бы вообще в принципе нет особых проблем. Потому что да, он ложится на самом деле. Вот представляете вот эту всю массу, чтобы его положить. Его невозможно пригнуть до земли. Он укладывается где-то вот только вот на такой вот высоте. То есть это достаточно высоко для укрытия. Но за счет того, что на него привита эксельса, которая крайне неприхотливая вообще в принципе роза. И крайне устойчивая. За счет этого он удачно зимует. Конечно, я его укрываю дополнительно. Я стараюсь на него хорошо накинуть укрытие в несколько слоев. Плюс я ложу как бы вот строительный материал укрывной специальный. Такой толстый, похожий на основе там стекловатый. Но как бы более как бы не такой режущий руки. Материал, который используется в строительстве в качестве утеплителя. Я его укладываю сверху еще под спонбонд на этот штамп, чтобы он перезимовал. Никаких там специальных подкапываний штампов нет. Потому что я его каждый год укладываю в одну и ту же сторону. За счет этого он уже привык в эту сторону ложиться. Более того, если его посмотреть, у него в основании есть такая пятка. И он просто подымается. Корни у него не растут в ту сторону, от которой я его пригибаю. Сейчас мы можем посмотреть на толщину ствола. Мы зашли с обратной стороны. Здесь можно увидеть толщину ствола. Вот представляете, вот это вот. Это все штамп. И конечно же он уже никакой дугой не выгибается. Он ложится ровно прямо и достаточно высоко. И подкапывать его уже тут ничего невозможно. Но вот он такой огромный, с такой массой. Цветет он на побегах прошлого года. И вот уже пошли расти новые молодые побеги, которые я прищипну. Потому что, во-первых, мне не нужна длина. Эта эксельсия, она достаточно длинные плети выкинет. И поскольку я его возьму вот так вот прищипну, он начнет расти еще боковые побеги отращивать. И за счет этого мой куст будет пышнее. Вот еще ветка тоже пошла расти. Пока ее трогать не буду. Ну и вот он постоянно, как бы, вот такой вот массой, шапкой красивый. На этом все. Сегодня мы с вами поговорили по поводу английских миксбордеров на примере моего сада. И я желаю вам дальнейших успехов и процветания на садовом поприще. Красивых роз, красивого сада. Счастья и удачи!